Преданные хотели поехать в Джайпур, в Харидвар, но Даршины сейчас там закрыты. Сейчас будет говорить Шипат Пактивиданта Шидар Махарач. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 вот почему шиладжива госвами пад он установил все сид ханта философию мое мое имя моего города бактеширу психанте госвами махарач он вечный спутник божественной четыре рады кришны как люди в округе говорят о гаудио важна вы рассказывает хари катху раса катху но на самом деле они ничего не знают об этом потому что они никогда не вкушали нектар расы манго это говорят сахаджи но на самом деле они сами не знают ни правил ни предписаний не знают как поддерживать чистоту после того как они входят в туалет а что же говорить о возвышенных о возвышенных играх божественные четыре рады кришны единственное что они делают раздают имена ты расагула манджари ты глубже муна манджари и так далее почему шила прабхупат дал имя нашим парамгарадеву венок потому что он венода манджари также прабхупат дал имя моему гуру махараджа его имя его сварупы таким образом он он указывал какова сварупа кого его или иного спутника а так шила баксан сарасвайта кур прабхупат когда находился в этом мире у него было очень сильное сердечное желание однажды был один широкий махараджи он был очень ученым и сведущий в санскрите он сказал шили прабхупаде только три комментария существует на веданта с утра у трех сампродай они известны если в сампродай не присутствует три гран хи виданта с утра у па и дешам рита и и еще одно если если нету комментариев на эти три главных издания в три гран хи и и тогда сказали ему ты так какую работу ты сделал это великий дар и защита нашей сампродай а он ответил это это желание нашего шила прабхупады и так мой гуру дэв он приложил очень много усилий день и ночь он писал свои комментарии на эти три гран хи и затем выпустил их свет как маду деде опубликовала гран ху шимат бхагавата мой гуру дэв он выпустил свет эти три гран хи и он говорил это не просто издание это бхагавата сварупа а в день публикации он всегда проводил большой фестиваль это истинная прихать мариданга ашила бхактивилла стирка гасвами махарадж говорил своем писать своей рукописи говорится он описывал гопи сами говорят в шимат бхагаватам что тот кто распространяет послание бхагаватам всем и каждому самый щедрый из всех величайший донор а 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 Тава Катхамрита, Таттадживана, Буридаджана, Буридаджана. Кто самый величайший донор, самый щедрый из всех, тот, кто распространяет Кришна Катху повсюду. Но более чем это, кто самый щедрый из всех, тот, кто оставляет это послание Харикадхи в облике гранд-книг. Тогда все, читая эти послания, эти книги, они обретают освобождение из этого мира. Поэтому публикация книг — это очень важное, возвышенное служение. Это величайший дар. Гуридаджи никогда не был особо внимателен в управлении Мадхом. Он всегда был погружен в написание гранд. Он написал комментарий на Веданта Сутру, исполнив желание Шилы Прабхупаты. И она должна была состоять статовой согласно нашей сампрадаю. То, что хотел даровать сам Махапрабху свою философию, таким и должно быть послание, как оно есть. Итак, каково послание Шичтани Махапрабху? Арадья Бхагаван Враджа Шатана Ятадхама Вриндавана. Это истинное послание пришел раздавать. Шичтани Махапрабху и Майгуру Дэв именно так и писал это послание. Откуда приходит все это послание Джанма Дасья? Все это приходит послание самой Шимати Радхарани. Таким образом, он показывает все послания Шичи Тани Махапрабху. Он также описывает, что такое Шимати Бхагава. Гай-три Бхашча Рупа. Что Шимати Бхагава там. Это истинное значение Бхагава Сутры. Веданта Сутры. Итак, то, что содержит Веданта Сутра, каждая шлока. Он расписывал искусственным образом, как Веданта Сутра отражается в сути Шимати Бхагава там. То есть Шимати Бхагава там. Это высшая суть всей Веданта Сутры. И как Баладеу Ведя Бошина Прабху, сделала свои комментарии на Веданта Сутру Говинда Башьем. И также Мой Городев говорил, Он описывал первую шлоку Бхагавад-гиты, разъяснял ее. Мы читаем Бхагавад-гиту также. Когда он это объяснял, Городев ответил, Городев сказал, я никогда не слышал такого искусственного объяснения Бхагавад-гиты. Да, мы слышали, что Арджуна не принял особое задание. Как до этого царь Шамтану спахивал быками землю, в этом месте проявился Индра и сказал, о, что ты делаешь здесь? Ой, я вспахиваю эту землю. Для чего? Таким образом он хотел получить милость Господа Индры. И тогда Индра сказал, пожалуйста, остановись, я дам тебе любое благословение. И царь Шамтану сказал, я желаю, что тот, кто будет умирать в этом местности, и будут получать освобождение. Итак, благодаря в этом месте состоялась битва Махабхараты. И таким образом, когда Шила Прабхупат проповедовал, рассказывая это первое, шлокость Бхагавад-гита, раскрывая всю эту истину, Бхакти Широпсидханти Махарадж был очарован Шилой Прабхупатой. Он поражался глубине его проповедей. Затем мы после программы они совершали громкий киртан. И так он пришел к Шиле Прабхупаде. И там он все время находился в общении с Шилой Бхарати Махараджем. И Майгородов говорил, когда я услышал Харикадху от них, от Шилы Прабхупады, я уже не желал возвращаться назад домой. Я также желал стать таким же садом, как они. Мой ум был погружен в Харикадху, в их киртан, поэтому я полностью забыл обо всем. И не желал возвращаться домой. Но мне все равно пришлось уйти домой и вернуться. Я хочу... Я хочу стать таким же садом. Было у него такое желание, когда он видел Прабхупаду. И тогда Бхарати Махарадж понял его желание на той программе. Он сказал, хочу поговорить с этим юношей. Он сказал, если вы возьмете меня с собой, я также стану саду. А Прабхупад ответил, мы пришли лишь только с этой целью. Мы желаем собрать юных мальчиков, чтобы дать им высшее благо. Только с этой целью мы приехали. Я желаю, чтобы все эти новости распространились по всему миру. Это послание. Мой Грудов родился в богатой семье. И там в его деревне был один магазин сладостей, которые кормили его бесплатно. Они говорили, о, Шив Шанкар, ешь сколько хочешь. Это когда он ушел в Гаудио Матхе, его семья написала заявление в полицию. Эти люди обладают магией, и они забрали моего сына в свой храм. И тогда полиция пришла силой вернуть его назад домой. Тогда я горько плакал, говорил мой Грудов, что это произошло, и не пытаться меня вернуть назад. А его жизнь была подобна жизни Рагуна Атхидаса Госвами. Что его члены семьи старались вернуть его, нанимали правительство, чтобы удержать его, поставили к нему охранников, чтобы он не мог сбежать назад к своему... к своему городу его. Они обрезали машику, сдирали с него кантималы. чтобы он не становился саду, не становился подобным Господу. он думал, они постараются удержать меня. Я пришла к Шриле Прабхопаде, как Шриле Прабхопад пишет, поет Баджан. Отец Шриле Прабхопаде, Шриле Прабхопаде, Шриле Прабхопаде, Шриле Прабхопаде, пишет, спустя много лет настолько могущественно освободить все три мира. Итак, под руководством Шрилы Барати Махараджи, он находился в Мадхе и изучал Бхагавадгиту и другие писания. И вместе он ездил в Западную Бенгали на проповедь. И когда его поднимали, будучи брамачари, говорили, «Ой, Сидасварупа, сейчас ты будешь говорить». Итак, когда он проповедовал распространение, что люди из Гаудио Мадха, Гаудио Вашнавы, говорят такие новости про Вивико Ванду, таким образом, через газеты «Слава» Вивико Нанды была подорвана и была распространена «Слава» Гаудио Вашнавов. Тогда Шриле Прабхопад Шриле Прабхопад послал телеграмму, в которой он написал «Ой, Сидасварупа совершил великий подвиг». Теперь он хорошо проповедовал. Все, что я хотел сказать, он сказал в точности, как оно и есть. Затем вновь в том месте собралось собрание. Он знал философию Вивико Нанды и миссии Рама Кришна. Он знал, что это неверная философия. Когда он пришел к Шриле Прабхопаде, он обучался всему. А высшей дхармию «Великая истина, только одна и все двенадцать Махаджан следует ей, поскольку Господь один. И после этого, что он сказал? Все он говорил в этом собрании. Может быть, ваша точка направления, то есть, эта истина, которой вы стремитесь поклоняться, кажется отличной, но Бог только один. И если вы следуете верному направлению, вы непременно достигнете его. Как Кришна сказал, согласно своей кармии, вы обретете такой результат. Если вы поклоняетесь полубогам, вы обретете дары, но если вы поклоняетесь мне, вы непременно достигнете меня, обещает Кришна в Бхагаладгите. согласно порно-кармии, вы достигнете сваргологии райских планет, но потом вам придется вернуться в материальный мир и вращаться в круговороте рождения смерти. И где написано, люди спросили, что нам предназначено лишь одно высшее предназначение. И он продолжал, то, что вы видите, что все одинаково, это неверное измышление. Сейчас эти вещи в этом мире кажутся равными, но в чем истинная ценность того, что вы читаете Бхагавадгиту, какое благо вы получаете. И тогда люди в Викананте заявляли, что ты тут с нами в футбол играешь, перепуливаешься туда-сюда. Какой смысл читать Бхагавадгиту? Тогда Бхактиш Шри Рупсидханти Махарач ответил, тогда какой смысл? Вы поклоняетесь Туласе, поливаете ее водой, если она не дает вам плодов, внешних плодов, которых вы не видите. Но истинный плод, который дает Туласе, это Кришна Пряма, Кришна Бхакти. Только с этой целью вы поливаете Туласе. Вы хинду или вы кто? Обладаете настроением мусульманов. И как его Городев давал истинное объяснение, тогда все, кто слушал его, в тот момент они поняли, что они следуют ложному течению, и тогда в это время слава Гаудия Вашнавав распространилась и все стали понимать, что миссия Гаудия Вашнавав абсолютная истина. Так как сам мой Городев находился в миссии Виви Канады, он с легкостью разгромил их на том собрании. Поскольку философия Шилла Прабхопады Сатьям, он всегда рассказывает абсолютную истину. И даже если это не нектар для ушей людей, это абсолютная истина. Он не учил лить нектар в уши людей, чтобы те были счастливы. Он учил распространять истинное послание, даже если оно не нравится людям. Однажды один человек пришел и он тогда получил посвящение в миссии Рамакришна. Какой философией они распространяли в своем обществе. Если они говорили, что все дживы в этом мире также Господь и нет разницы между Богом и дживой, которыми мы все являемся. тогда можно было задать вопрос, ну что собаки, животные, растения нет живы? Они говорили, что человек подав... сам Господь. А если мы сравниваем Браму, Шиву с Господом, это будет ложной философией. Это просто лицемерие и двуличие. И тогда Шила Прабхопад был доволен очень. Когда Шила Городев совершил парикраму, все люди приезжали на Враджамандалу парикраму, и он служил всем преданным. Все, что было необходимо вайшнавову, он служил, давал горячую воду, даже самые мелочи. Совершая парикраму, не всегда можно обрести полное благо, совершая вайшнава сервы, мы непременно обретем высший результат, высшее благо. Мой Городев также говорил о важности вайшнава сервы. Когда мы встречаемся с вайшнавами, когда я только присоединился в храм, у меня не было тогда сильного знания, мой Городев сказал мне, я хочу оставить этот мир, потому что преданные держат меня здесь. Я хотела уйти, но они поставили мне телок мне на лоб. Таким образом они держат меня здесь. Игородев закрыл глаза, он стал воспевать святые имена. Шичтань Махапрабу сказал, что все еще у меня есть кое-какие дела в этом мире, поэтому я не буду уходить сейчас, я останусь еще на какое-то время. Все спутники Прабхупат Сарасвад Такура необычные личности, они обладали твердой, непоколебимой Гуру Ниждхой, они воспевали Харина твердо, и всегда Махапрабхупат произносил между этим Ха Прабхупат, Ха Прабхупат. Когда его день ухода, я тогда был тогда еще ребенком, и мы тогда отправились в Калькутту, и там устроили доставку нас всех, и мне досталось служение, что по дороге мы сели рядом с Гурдовом, и я махивал его. А затем он открыл глаза. Я махивал его, и просто в изумлении стоял. Это был последний момент, когда Гурдов повернулся ко мне и что-то меня попросил, и тогда он повторял святые имена и оставил этот мир. Тогда в тот момент был Нарисимхапрабу также. Мы все заплакали. Я молюсь, чтобы Гурдов был очень милостив к нам, чтобы мы продолжали свое Вашнава Севу, как он провел свое служение, провел свою жизнь служения Гуру Варги и Вашнава. Пожалуйста, пролейте свою милость, чтобы наши самскары, наши впечатления также были сосредоточены на том, чтобы мы совершали Вашнава Севу и развивались на пути Бахте. Я прошу, чтобы я всегда мог обретать пыль с лотосных стоп Вашнавов. И только благодаря этому наша жизнь будет успешной.